Ну что ж, доброго времени суток всем дорогие друзья, с вами Каспер, с вами StarLadderTV и мы сейчас будем брать интервью, наверное, одного из самых интересных, по крайней мере для меня, игроков. Это 1437, представитель команды Маус Спортс и да, хай-левел-плеер и все такое, в общем, 1437 и несколько вопросов для него. Представь себя, как ты назвал, и как ты работаешь в твоей команде? Привет, я 1437, я играю для Маус Спортс и я капитан, и моя роль в поддержке, и иногда в полной плене, когда я играю в Darkseer. Как ты назвал твоя мокональка? Ну, в прошлом году, когда я хочу играть в ДОДА, я хочу сделать мокональку, и моя девушка, в той же фоне, она не знала меня, что я любила, что я всегда любила, и она была с нами, и я думала, что все это. Я просто использовал это, я не знал, что еще можно использовать, поэтому я использовал это и все осталось. Это довольно интересно. И как твои тиммейты называют тебя? Они просто называют меня по моему первому названию. Они называют меня Тибан. И это было очень интересно. Как твоя нативная страна? Шри-Ланка. И ты просто живешь в Канаде? Да, я канадец, но мои родители из Шри-Ланка. Да, я согласен. Очень интересно. И я вспомнил твои игры с Team Online Kingdom. Ты для них был такой стандин? Ну, не так. В начале я был стандин, а потом мы просто играли вместе. Я играл несколько месяцев с ними, и я также был в интернациональной игре. И ты заменил PowerNet и его тиммейт. Многие люди решили, что ты был PowerNet. И я просто не могу сказать им, что это стандин, это новый игрок. Но он хорош, его skill is high. И такие вещи. Как вы играли в Киеве? Ну, в самом деле, PowerNet и я, мы взяли вместе. В начале мы взяли команду вместе с друзьями. И мы просто взяли все на уровне. Я имею в виду, что PowerNet было больше нотиск. Он играл более хард-карридные герои. И, знаете, Star Heroes. Так, да. Но, в почти все команды, я играл, он был вместе с нами. И мы играли вместе. Так, давайте закончим. И ты никогда не был в Киеве? Нет, никогда. Это первый раз. И как это? Я думаю, это очень круто. Я люблю Сайбер-арену, особенно. Я думаю, это лучшая часть. Но, во-вторых, я имею в виду много crazy things, которые происходят, как я пришел сюда. Как вчера. Да, вы можете рассказать все ваши первые эмоции о Киеве и Украине? Ну, я не знаю. Я не знаю, что я могу сказать. Я имею в виду, вчера, когда мы вернулись в отель, или первое время мы вернулись в отель в отель, мы были, у нас есть. И, у нас есть. И самая большая жена, он был взят на передайте, он спел спустясь, он стал зоохранить в него, и он был в предыдущем его, он не мог бы остановить его. И они выжили по сторонам, и они начали бить, выжили. И это было за 10 минуты. Я говорил с тем, что я не знаю, что я должен выйти и оставаться. Или просто оставаться здесь? В конце концов, мы просто ждали, а потом 10-15 минут назад, он вернулся и нашел нас домой. Да, это был очень странный опыт для тебя, я думаю. Да, да. И как ты... Я даже не знаю, как это сказать. Ты любишь наши девушки? Да, конечно. Я не понимаю. Я не понимаю. Да, потому что это стандартная вопрос, которую мы спрашиваем, каких странных игроков. Да, конечно, они красивые. И у тебя есть планы, чтобы оставить в Киеве один или два дня, или вы путешествуете домой? Ну, наши текеты уже куплены, поэтому мы просто оставим. Я не знаю, что сейчас будет происходить, но мы увидим. И когда ты приходишь домой? Модель. 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 И время? В 11 часов. Аааа, у тебя нет времени, чтобы посетить киевские места. Интересно. Ну, это зависит. Я имею в виду. Я имею в виду. Я имею в виду. Ну, спасибо за эту интервью. Это было очень приятно говорить с тобой. Спасибо большое. И хорошая успеха. И ваши последние слова спонсорам или фанатам? Поздравляю за Razer, Median, спонсорам и многие другие спонсорам. Поздравляю за NA Dota и всем, кто смотрит. Спасибо. И еще раз. С вами был Каспер и 1437, капитан команды Mouse Sports. Всем спасибо. И надеюсь, вам понравилось это нож. Спасибо большое. Компания Asus. Игровой центр. Киев. Киберспорт арена.